С чего начинается вечер наших хомячков? С Кузьмы. Кузьма грызет клетку. Кузьма хочет кушать. Поэтому мы будем Кузеньку кормить. Кузьма грызет клетки. Будем их кормить. Это наш мальчик. Хомяк Кэмпбелла Кузьма. Кузьма тут немножко навел свои порядки. Поэтому их будем убирать, разгребать. И первое, что я хочу сделать, это поменять Кузьме песочек. Кузьма, забираем песочек. К Кузе мы вернемся через секунду. Ну а я пошла менять песочек. Итак, песочек я уже заменила. Прикрепляем его обратно. Готово. И теперь я хочу еще помыть Кузьме чашечки из кормушки. И насыпать туда корм сочный и сухой. Пока Алиска моет чашечки, Кузя нашел свежий песочек. И не может удержаться, чтобы не покупаться. Любимое занятие хомячков. Пока нет чашечек, нужно посылать здесь в дырочки. Обтрушиваю немножко гармошку и возвращаю ему чашечки. Ой, Кузь, Кузь. Вот так. Кладем ему кабачок. И пока он будет кушать кабачок, досыпаем ему корм. Ой, тут и даже червячок попался. Классно, он сейчас, наверное, его первым и возьмет. Хотя нет, что-то выбирает. Нашел червячка. Все-таки червяк пошел первым. Ладно, Кузя, мы у тебя немножко убрали. Корма тебе положили. И теперь отправляемся к следующему хомячку. Следующий хомяк это Фанта. Фанта-сирийский хомяк. Она очень порядочная девочка. Писает она в песочницу. Какает в уголочек на домике. Ну нафиг раздербанила колесо. Что-то как-то она психанула. Прям на маленькие кусочки разорвала пробку. Если в прошлый раз был надорван небольшой кусочек пробки, то сейчас она его просто превратила в пыль. Это ужас. Ладно, будем менять ей песочек. Еще заметила такую особенность. Фанта очень порядочная. Как я вам уже говорила. Так вот, она из кормушки с едой, которую я сюда насыпаю. Сюда я насыпаю сухой корм, а там должен был быть сочный. Но Фанта выбрала все вкусняшечки и сложила в ту кормушку. Ладно, не буду ничего тут трогать. Пусть это будут ее запасы. А эту кормушку вытряхну, помою и насыплю более свежего. Насыпаем песочек. Думаю, столько будет достаточно. Кто-то пытается сбежать. Кто-то пытается сбежать. Не надо сбегать. Не надо. Фанта, не надо убегать. Давай я тебе дам кабачок. Будешь кушать кабачок и будет у тебя все замечательно. Что-то как-то кабачок не зашел, а вот песочек, наверное, она решила проведать. Что тут? Какой-то новый песок. Помыли. Ужас. Все слишком чистое. Кабачок кладу под поилку и в кормушку насыпаю корм. На сегодня их хватит. Фанта роется. Ей понравился песочек. Кстати, сирийские хомячки, если кто не знал, они в песочке не купаются. Они просто в нем роются. Им по приколу. Вот просто вырыть ямку, а потом он трусится, и сидит такой чистый у вас хомячок. Ну и туда же они, конечно, в туалет ходят. Но зато с собой пахнут. Настоящие хомяки. Фанта так смешно обтрушивается. Ей очень-очень понравился песочек. Так, Фанта покупалась. Сейчас пошла кушать. Ну а мы пойдем к следующему хомячку. А мы пришли к нашему старичку Орео. Чувствует он себя прекрасно, хоть и выглядит не очень. Кстати, это не только хомячок-старичок, это еще и хомячок-паучок. Он очень любит лазить по сетке вентиляции своего контейнера. Вот смотрите. Вот так это и проходит каждый вечер. Так, Орео я досыплю немножечко корма. И дам ему сочку. Орео уже что-то сидит выбирает, что-то ему понравилось. Так, посмотрим, что с купалкой у Орео. Он сюда нанес разных опилок, какую-то шелуху от еды. И сейчас я это все выкину и насыплю ему нового песочка. Все готово. Насыпала Орео свежий песочек. Ставлю песочницу на место. Ой, кто-то упал. Ну, а мы теперь переходим к следующему хомячку. А это контейнер с одним из наших самых чудных хомячков. Что-то хомячок как-то не выходит. Хомячок, ты где? Ну, думаю, когда я ему положу сочку, он обязательно выйдет. Что я могу сказать по поводу этого контейнера? Во-первых, посмотрите, что он сделал с желудем. Он туда сложил еду, выбирал все самое вкусное. Часто вижу его днем. Хомячка сидит в этом желуде, кушает. И это я наблюдаю практически каждый день. Днем. Вот днем он любит сидеть в этом желуде. Там, кстати, не жарко. Домик керамический. Это хомяк Никита. Это хомяк китайский. Ну, по нему видно. У него очень красивый длинный хвост. Никита немножко заспанный. И это любимый хомячок моего кота Василия. Вася просто от него балдеет. Этот контейнер Васин кототелевизор, в котором живет хомячок. Так, посадим хомячка обратно. Опа. А тем временем я достану песок, поменяю ему песочек. Достану чашечку для сочки. Тоже ее помою и положу туда еду. Обычного корма сухого у него предостаточно, так что досыпать больше не буду. Насыпаю туда песочка побольше, поскольку китайские хомячки любят песочек. Свеженький, хорошенький песочек. Ставлю мисочку под паилку и кладу кабачок, как и всем остальным хомячкам. Никитос спрятался в желуде и не выходит. Но думаю, что кабачок явно его заинтересует, и он обязательно его покушает. Еще всю ночь впереди. А китайцы всю ночь ведут себя очень активно. А тут живет наш микро-хомяк Роборовского. Левис. Левис где-то сейчас в своих окопах сидит. Хомячки Роборовского очень любят копаться. Смотрите, вон там вырыта ямка, проход такой маленький-маленький. Вы представляете, серик туда точно же не пролезет. Еще вот там проход, как я поняла, она залезла под песочницу и вылезла с другой стороны. Еще вот здесь есть ямка. И, конечно же, закопана кормушка. Ну, кто бы сомневался. Кормушку я откапаю, ставлю кормушечку на место и кладу сюда кабачок. Кабачка надо. Ой. Совсем-совсем немножко, потому что это микро-микро хомяк. Вот столько хватит. Хомячки Роборовского это единственный вид хомяков, которые могут забираться по вот такой небольшой лестнице пластиковой наверх кормушкам. Остальные просто по ним скользят. И где же наша Левис? А Левис тут нету. Наверное, она тут сидит. Давайте посмотрим. Опа! Кто тут сидел в князде? Кто? Кого мы сейчас разбудили? Какой кошмар. Разбудили хомячка. Хомячок пошел под колесико. Ладно, давайте досыпем ей чуть-чуть корма вот сюда. А, нет, я хочу вот сюда насыпать. Пусть она... Тренируется будет спортивный хомяк лазить по лестничкам. Песочницу убирать в нее можно раз в год. И она будет чистая. Это самые не вонючие хомячки. Если вам нужен не вонючий хомяк, то берите себе на заметку. Робики это прелесть. Ну и в принципе очень чистоплотный хомяк. Сейчас зароем немножко ее в дырочки, чтобы было чем заняться ей ночью. Это был последний хомячок на сегодня. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И не забывайте заглядывать на канал Изи Роза. В последнее время мы там частенько выкладываем видео о том, как затопила Керчь. И не только. еще о нашей жизни. Так что, если кому интересно, обязательно переходите. Будем вас ждать. Присоединяйтесь к нашей Изи семье. Ну и на этом все. Всех очень любим. Целуем всем. Изи пока. Я пошла спать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова